вот тут по интернету попросили показать как владимир пащенко готовит лепешки все показывают искать так аппетитно и я покажите вот я пришел тут на кухню тесто вот я вижу мой это руки русская у него шапочка парточек это уже он всегда в лагере готовил на тесто и вот так это игрушку подрезала есть видишь как израил ее ножом всю меня вилка доска фанера дальше скалка называется где-то в америке или в англии были соревнования скалками хозяйки как кидаются 1 за 5 метров поражала точно как а почему вы там уж пьяница она его всегда встречала со скалкой в руке зашел как-то в камеру 112 меня завели а там север сидел и вижу какая-то сумочка висит а это что за сумочка да это один был такой просил у меня сумочку я дала ему а в сумочку положить нечего володя звать волоха звали его ну развелся с женой а сидел там побил ее вернулся сразу решил ее навестить нигде не был сразу к не а то было с подругой что-то стряпала он стучится то подруга то открыла 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 он начал все там неизвестно начал того короче говоря подруга его как говорит звезда нула этой скалкой у него на голове горит шишка горит на разгусте на яйцо горит было еще не было то я не сразу милицию вызвали его загребли и все вот одержалась обычно я у нас есть бараньи жир я жиром смазываю сковородку но сейчас пост идет маслом растительным сейчас еще мы мажешь растительным маслом растительное масло и она у тебя будет термической обработки подвергаться конечно обязательно нельзя никак пригорит потому что вот это я не знал я бы это говорят что никак нельзя ну может быть она масло то есть не сильно тут повлияет растительное масло не поддается термической обработки его только выливать когда уже с плитки снял или как там из печки только на столе хлебной формы все маслом растительно смазывается без него никак иначе не горит но это мы так привыкли и думали что только так начали что нет никакого другого выхода замены я не знаю так ли это так куда-то на или сюда тут чистить картошку то у нас кошечка лапка у него наболела наступили или ирина зажали правая ножка все у тебя нога болит а рыжая ну-ка встань ну-ка иди сюда поднимись как у тебя ножка-то там ну-ка поднимись поднимись вот она где вот она левую ножку держит и нигде не наступает и не знаю бланкетку положить кошка или понесет вот так неизвестно что у нас сегодня 1 июля понедельник 2019 год ну на этой неделе предположительно встречаем друзей готовятся к окрещению кто издалека приезжают наташа высота из гармонии фаврии елена там где-то из сирии из ливии дальние путешественники вячеслава семенова встречаем женой с отцом им виталий хотел пристать дорогой ждали большую группу владимиром головяным с батюшкой но заболел как сообщает больница с ногами мы предлагали разные пути самолетом никак нельзя ему а поездом лежи на полке и по песне но говорят что-то не так нельзя жаль конечно потому что готовились вопросы мы очень готовились старательно к этому сказали что он ирину свою матушку забрал вот так у тебя там жару то хватает печки не надо добавить вот такой процесс проходит больше тут ничего не покажешь еще у тебя какой сколько муки сколько воды это тесто от пирога на ежевесина осталось а вон как ну а там и видно было как она готовила там сахару добавляла что вон как значит надо смотреть сначала про пирог а потом уже еще ждать когда лепешка испечется или покажешь которую тебя там готовы уже есть есть готова ну давай работа нужна какая хорошенькая у тебя это одному хватает на один раз или на двоих в зависимости какая пища насколько глаза как она толщина как палец палец примерно так вот я положу палец тогда мы на это будем упор делать как она больше тут ничего такого не до нет а как ты сейчас осмотрит чтобы не пригорела особенно если начал дымок появляться уже так а если это маслом не мазать а муки просто посыпать сухой гореть гореть будет гореть будет а масло то лучше горит масло то наоборот горит можно горючее масло мы же не наливаем мы просто его смазываем все базы конечно но и так поэтому может быть хорошо это у нас комната здесь такая все пока за вас сильно тут картошку чистят он была бы гликерия с ульяной тоже что-то бы тут делали наверно слава богу вот брошюра у нас разным прислали сюда я раздавал что просчитали доклад сделали если же книга полу не считает свинь человеческий александрами мы по этой книге с ним беседовали много с александром поменим их когда у нас трища были вот так вот 12 надписей и везде слова библию упоминается хорошо 12 раз слова библии до володина установка вот тут сейчас сейчас поданичил свет вот так какие светильники сильные надписи кто делал желтая свет подобранный был отлично во всех отношениях надписи нравятся что тут слово библии это у нас здесь трапезная вот сколько всего а это старый волобоевская фотография до 92 года лагерь наш в лагере большая палатка не палатка шалаш два шалаша большие по десять человек в каждом и палатки и детей много было в среднем со взрослыми каждый год было сто восемь сто девять интересно как не мерили и с разных сторон из далека приезжали но из-за границы не было но украина дальние там чувство украина тогда и были из одессы вот это я показываю все как надписи да благословит господь тех кто это делал старался кто доставал нам бесплатно дали это очень важно вот икона а вот икона Василия Великого Григория Богослова и Анна Златоуста никаких длинных волос ни у кого не было пострижены все у Христа придумали волосы длинные а что стриг разен ну не было назареем то не был он жил на заре и говорит прозовется назареем прозовется боже мой вот так у нас здесь распятие и вот здесь Петр и Павел видимо пожалуйста видно тоже волосы коротко не было этих длинноволосых женских косичек все это обман попреки писания а тут лежит у меня подаренная дорога и заезжали к отцу Геннадию Фаст вот щёточки каждое утро в области по ним скоро шесть будет уже помылились все готово небольшая библиотека это надпись Надежда Васильевна любит их делать такие у Дежда Васильевна все стены все непонятно щаеконки такой-то святой тоже голосный вот вот Кострюжина, воин, не знаю кто тут, надпись какая-то есть, вот здесь может прочитать, Ян Паденовый воин. Говорят, ему молятся, когда что-то потеряется. Интересно так. У нас большая-большая была партия грузов. Тогда были пленки, катушки. Отправлены и потерялись. Никто не может найти нигде. А Тоня пришла, Бакланова Антонина Георгиевна, говорит, молиться надо Иоанну, воину. Он найдет, он найдет. Начали молиться, еще не кончили молиться, стучат. Почта пришла, нашлась ваша потеря. Она там где-то была. Ну груз большой был, просто большой, большие коробки полные. Дорогое все было. Все потерялось, потерялось. И сразу, не раньше, не позже, но нашлось. Вот так вот показали, как лепешки и попутно нашу обстановочку. Ой, ну куда-то чуть-чуть на фотографирование. Все, лепешка уже готова? Да, снимем. Ну-ка покажи ее. Вот она лепешка. О, какая красавица. Не урони. Все, отошел.